Страшно ли открывать свое дело? Ответ на этот вопрос знает Тамара Гайдай. Эта ухоженная, приветливая девушка недавно ворвалась в эрубьюти-индустрии и начала строить собственный бизнес. Пройдя торгостоящее обучение на мастера перманентного макияжа в начале года, Тамара не стала ждать и от слов быстро перешла к делу. Уже в июне девушка защитила свой бизнес-план, получила субсидию от государства и арендовала кабинет. Изначально был страх начинать открывать ИП, это вообще первое моё ИП, открывать свое дело, его развивать. Это все вот эти одно дело финансовые показатели на бумаге. Совсем другое дело, это когда ты с этим работаешь, когда ты в реальной жизни с этим сталкиваешься. Конечно, это сложно. Но в то же время, я же говорю, слава Богу, есть поддержка. Юридически помогли, юридически рассказали, что не так это все страшно, не такие страшные у нас налоги, не так страшно заполнять декларации о доходах, платить по СЗН. То есть, в принципе, все это реально, все это подъемно, главное разобраться. Разобрались со всеми нюансами и не побоялись рискнуть ремесленники Алина и Тимофей. Эта семейная пара не так давно открыла собственный магазин, где можно приобрести подарок как для самого себя, так и для близких. Небольшое помещение вмещает в себя огромное количество предметов на любой вкус и кошелек. Но главное, все они сделаны руками мастера, а значит, другого такого вы нигде не найдете. Настоящий must-have для тех, кто любит индивидуальность. Давно в ремесленничестве мы общались с ремесленниками и понимали, что главной проблемой является реализация своих работ. Не все так развитые работают в интернете, в инстаграме и так далее. То есть, у них реально проблема. Если еще в Бресте у нас есть на Советской площадке, можно бесплатно реализовать, в других городах это нет. Этого нету, только единственное в Бресте. Мы прошлись по всем ремесленникам знакомых и нас поддержали. То есть, мы рассчитывали на них и нас поддержали. Ну и как-то вот оно запустилось, и у нас сейчас уже более 80 ремесленников в магазине представлено. Ну и это еще не предел. Мы всегда в поиске чего-то нового, интересного. Хотя уже много ниш у нас, конечно, занято. Но, тем не менее, мы всегда в поиске чего-то интересного. Деревянный декор для дома, изящные вазы, ароматные свечи, натуральная косметика, детские игрушки. Это и многое другое здесь можно найти. Да, сотрудничество с таким количеством ремесленников дает хороший результат. Но ничего этого не было бы, если бы молодые люди не решились рискнуть и не стали на учет по субсидии для открытия своего успешного бизнеса. Мы решили все-таки попытать свое счастье и пошли. То есть мы, наверное, начали заниматься этим где-то с весны этого года. Прошли курсы, то есть стали на учет, курсы пришли предприниматели. Ну и в общем итоге все закончилось, взгляд, благополучно. И нам дали субсидии. Вот мы уже в мае получили, и уже с 1 июня мы открыли магазин. Результат предпринимательской деятельности молодых людей радует и вдохновляет. Правда, вряд ли у них получилось бы запустить успешный бизнес без тех знаний, которые они получили на предпринимательских курсах, а главное, без субсидий от государства. Субсидия – это единовременное государственное денежное пособие, равное 11-кратной величине бюджета прожиточного минимума. На сегодняшний день размер ее составляет 3168 рублей 11 копеек. Субсидия предоставляется лицам, достигшим 18-летнего возраста, зарегистрированным в управлении в качестве безработного и желающим организовать предпринимательскую либо ремесленную деятельность, выполняющим обязанности безработного в полном объеме в соответствии с законом о занятости Республики Беларусь. Средства, предоставленные безработному в виде субсидий, используются им на приобретение инструментов, оборудования, сырья, материала, а также иные цели, связанные с организацией предпринимательской либо ремесленной деятельности. В текущем году управлением было предоставлено порядка 30 субсидий, до конца года планируют осчастливить еще порядка 20 будущих предпринимателей. Потому, если мысли о собственном бизнесе вас не покидают, самое время рискнуть. Тем более, что поддержка для этого есть.